Кирилл Адебеков Кирилл Адебеков Наш резидент в апреле-май из Москвы кинематографист, переводчик и куратор кино Мы, да, условно скажем так люди, имеющие отношение к культурному производству производству какой-то критической рефлексии действительно вопрос что делать прямо заданно всегда ставит нас в тупик в то время как, ну скажем так, противоположную сторону условно власть она как бы по поводу этого вопроса у нее особых колебаний нет, да, и вот мы с тобой это тоже уже обсуждали в разговорах в разговорах здесь о том, что как бы ответ российской власти на такую активизацию городской интеллигенции креативного класса он как бы такой вот списан по-своему с ответа власти в 68-м году в Париже, где был организован центр по беду после студенческих волнений то есть власть не глупо кстати власть идет таким вот путем пытаясь как бы активизировать сферу применения способностей, навыков, талантов и потенциала этой самой интеллигенции то есть наращивать некое культурное производство как ты соотносишь там себя вот с этим процессом как ты себя в нем чувствуешь как ты пытаешься с ним иметь дело естественно я тоже принимаю в этом какое-то участие поскольку являюсь достаточно активным человеком который живет сегодня в Москве как минимум там работает на независимом кинофестивале и я естественно понимаю какой процесс пытается запустить правительство власть с другой стороны я понимаю что это совершенно неоднородный процесс и что всегда на мой взгляд в истории когда говорилось о том что попытка развивать культуру она должна привести она как бы имеет некую четкую направленность политическую что мы отвлекаем их занимаем их занимаем их время занимаем их силы даем им приложение для их сил говорим ребята вот вам поле паситесь там я всегда понимаю что в далекой перспективе такие вещи приводят только к одному такие вещи приводят к появлению слоя очень независимо мыслящих достаточно смелых людей потому что эти люди обычно не испытывают на себе прямого репрессивного прессинга никакого им дают такую как бы ну какой то вакуум для них создают этот вакуум очень полезен потому что он в итоге дает всходы большие и мне кажется что такая политика государства то есть ты же не можешь пойти тут два пути мне кажется либо какой то вот путь отрицания как бы этой политики государства и попытки противостояния в прямом бою в прямом бою при абсолютно неподготовленности скажем так масс ты ничего не сделаешь да ты как бы просто потеряешь голову потом еще чужую голову потеряешь еще одну голову и ничего этим не добьешься то есть можно отказаться сказать что нет вот мы не будем делать фестиваль потому что в нем там муниципальные какие-то деньги ну мне кажется это в общем все понятно по-моему без комментариев да это как писал Достоевский цитируя как раз таки французских социалистов liberté, égalité, hum la mort то есть свобода, равенство, братство или смерть ну тут уж буржуа окончательно торжествует вот эта тактика абсолютно ошибочная на мой взгляд но это не значит что нужно совпадать полностью с некой линией партии во-первых этой линии толком и нет а во-вторых действительно в России сейчас создан такой какой-то небольшой на мой взгляд почти не подцензурный такой анклав свободной какой-то вот зоны для тех кто занимается культурой я не... это немножко провокационное заявление но мне кажется что в этом поле если ты не прибегаешь к сугубо буржуазной как раз риторике антипутинской ты имеешь практически безграничные возможности ну в каких-то пределах потому что на самом деле вот в такой риторике политической существует только борьба двух кланов буржуазных и вот если ты попадаешь между... как бы становишься занимаешься позицию одного из этих кланов тебя будут очень сильно стирать в порошок либо с той стороны, либо с этой а если ты немного выпадаешь из того из другого или вообще выпадаешь то в принципе ты делаешь очень важную какую-то работу пускай она небольшая, но ее делают... не ты один ее делаешь я вижу вокруг себя достаточно большое количество людей которые пользуются моментом, пользуются тем что идет борьба какая-то между двумя с группировками и пытаются из этого получить для себя какую-то выгоду с тем, чтобы заниматься делать какие-то вещи, которые дают людям чуть-чуть аналогии, да, в истории или дают время и пространство для того, чтобы человек осознал себя и понял где он находится почему здесь так происходит все и какие есть варианты развития что одновременно все сложно и в то же время есть какие-то вещи которые необходимо сделать в ближайшее время и на них нужно именно работать и поэтому мне кажется, что например, в данном случае позиционирование этого как сотрудничество с властью это абсолютно буржуазная какая-то выбор риторики, который на самом деле очень ошибочен политически потому что он сбивает немножко фокус, который на самом деле не так должен быть настроен потому что тогда ты начинаешь действовать в оппозиции Путин-антипутин это как бы вещь, которая сама по себе ничего не проявляет и поэтому вот как раз я вижу очень положительные вещи в том, что сейчас в культуре идет какое-то оживление и государство старается как-то поддерживать и то, и то, и то, и то я вижу в этом очень сложный очень важный процесс, в котором нужно вести свою политику внутри вот этой вещи быть вне ее значит быть как бы в принципе практически вне всего это довольно вот, например, в контексте кино это очень интересно потому что как раз кино требует больших затрат денежных будь это показ кино или его производство или прокат и здесь как раз очень важно найти какую-то вот не забывать свою какую-то линию но делать ее ты не можешь или сделать сидя у себя дома но нужно очень сложно искать всегда свои цели и понимать всегда на какие шаги ты идешь и думать о каждом шаге очень долго просто если соотносить вот то, что ты говоришь например, с нашей ситуацией проживание в Центральной Азии да мы находимся в Ишкеке да ну мы существуем вообще не в таком соотношении с государством да никаких потому что здесь государство практически ничего не финансируют а пока ну я думаю, что это пока и всегда да то есть ну вот например как бы вот в соседнем Казахстане где как бы ну не в том масштабе как как в России да или в Москве скажем более конкретно да но так или иначе как бы государство начинает проявлять все больше и больше какую-то активность вот в той сфере которую она раньше как-то вот избегала да ты знаешь, что мы делали например Центральный Азиатский павильон Венеции да и вот ну вот как бы для меня всегда было например очевидно, что вот я могу участвовать в этом проекте только потому что это ну не государственные деньги да потому что такой проект как допустим там Центральный Азиатский павильон Венеции или павильон какой-то отдельной страны какие бы другие аспекты он в себе не содержал да главное на что он работает это на легитимацию этих режимов да потому что это вот такой формат да и в принципе как бы вот ряд таких культурных проектов в Узбекистане вроде как Ташкетской биеннале там фото биеннале и так далее которые полностью встроены вот в этот процесс как бы легитимации режимом и вот мы столкнулись с такой ситуацией когда вот там в Алма-Ате будет проходить такой фестиваль арт под фест я думаю что его делают приятные люди хорошие сами по себе да как люди вот но сам этот проект как он делается на какие деньги с какими как бы целями вот он полностью как бы встраивается в то то укрепление позиций режима да авторитарного неолиберального да и плюс как бы вот что должна сделать власть чтобы она перестала быть сори за такой вот советско-интеллигентский там из семидесятых и восьмидесятых годов метафору что должна сделать власть чтобы она стала абсолютно не рукопожарной да вот как бы там вот в условиях Казахстана вот жена Азен это вот была какая-то такая как bottom line да по-английски вот некая черта после которой я думаю что вот вообразить себя рядом с властью хотя я как бы вот понимаю блогинг что конечно дело не в Назарбаеве дело не в этой как бы клике и вообще как бы государственные деньги да и попытка работать с государственными деньгами это очень правильно потому что это не деньги власти это деньги как бы как бы налогоплательщиков деньги граждан да которые как бы собственно эти проекты должны быть реализованы как-то представить себя рядом вообще с каким-то вот с какой-то инициативой которая вот исходит от казахстанского режима какие бы на каком бы уровне это не происходило да это как-то уже вот абсолютно вот это некий какой-то этический да предел который вот в который приступить приступить нельзя да да я не исключаю что наверное российская ситуация она вот во многом гораздо более сложная да она сложная в том смысле что вот например да вот есть некий там независимый фестиваль международный фестиваль независимого кино в Москве да он был изначально запущен благодаря режиссеру который хотел сделать такой фестиваль и благодаря компании огромной корпорации которая решила это спонсировать и потом постепенно происходил такой в силу разных личных обстоятельств происходил такой уход денег частных ну в смысле вот этой компании да из бюджета фестиваля и с прошлого года как это совпало с политическими событиями да появилась хорошая поддержка ну как хорошая это не какие-то безумные деньги это не что-то что приводит к тому что в общем все кураторы фестиваля после этого валяются в ней как бы шампанское это совершенно не про это да то есть там деньги тратятся на очень конкретные вещи да и это действительно очень связаемые суммы которые уходят вот на это на это и на это это какие-то ну для кинофестиваля просто ну небольшой бюджет я бы так сказал и поэтому здесь во-первых важно то что эта вещь не инициирована я бы даже сравнил ее вот с чем например в Москве традиционно по-моему каждый год или каждые полгода проходит совершенно замечательный фестиваль организованный значит правительством Российской Федерации и правительством Ирана замечательный фестиваль с гигантским бюджетом на котором который проходит прямо в центре города на него привозится гигантское количество гостей фильмы показываются в основном с DVD это такой самый продвинутый цифровой формат сегодняшнего дня перевести который через границу наверное стоит половину этого бюджета фестиваля да бюджет фестиваля превышает там бюджет фестиваля тумору независимую я не знаю во сколько раз да фестиваль полностью инициирован государственной дружбой двух близких народов братских практически вот в данном случае по-моему все очень понятно да когда есть фестиваль который полагает себя независимым те индивидуальные воли которые складываются в нем и формируют его в целом они могут быть связаны с той или иной идеологией или позицией только скажем поскольку поскольку сами люди имеют какие-то позиции продуманные или непродуманные но эти позиции никак не налагают никакого скажем прямого участия то есть поддержка государства она в данном случае вот не знаю например недавно когда пошли новые переговоры о том чтобы была эта поддержка в этом году меня попросили просто прислать какие-то общие мысли по поводу того что я хочу сделать я прислал эти мысли и понятно что потом эта программа вообще может поменяться и здесь нет попытки навязать что-то и сказать давайте покажем какое-нибудь такое фундаменталистское такое иранское кино значит про то как нужно как иранский дедушка научает своего внука что надо убивать евреев такое кино показывают на фестивале иранского кино ничего такого не происходит и поэтому для меня как я уже говорил в предыдущем своем ответе здесь очень важно анализировать каждый раз ситуацию потому что однозначной ситуации вообще никогда не бывает и ты десять раз подумаешь например связываться ли с фондом который там финансируется исключительно там нефтяными какими-то корпорациями российскими которые достаточно коррумпированы мягко скажем и срощены и имеют непосредственное касательство до того в чем мы живем сегодня я бы подумал 150 раз но это не исключает возможности моего с ними сотрудничества это зависит от конкретного сотрудничества и я просто всегда думаю где здесь больший момент лентимации где здесь больший момент того что я сделаю какую-то вещь которая будет работать на другое потому что я знаю что деньги министерства культуры они либо пойдут в какой-то пропорции на фестиваль ту мору либо в какой-то пропорции на фестиваль ранского кино и для меня важно эту пропорцию как-то пытаться на нее влиять в силу скромных возможностей да здесь всегда нужно не забывать свою линию и продумывать каждый шаг такого сотрудничества в общем мне кажется что нужно думать 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 но и действовать 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 причем действовать во всех направлениях можно сочетать сотрудничество и не сотрудничество да какой-то подрыв и там неучастие это комбинация да потому что мы живем в этом обществе единственное может быть радикальным как я для себя вижу такое радикальное, скажем, неучастие, это, ну, скажем, вот если все как-то станет совсем не рукопожатно, как ты говоришь, да, ну, просто надо уезжать, да, это единственное, как-то не быть гражданином этой страны, да, вот такой вариант есть, он для меня единственный, как бы, вот такой радикальный, действительно, шаг, с другой стороны, ну, есть чуть более плохие страны, чуть менее плохие страны, да, идеальных стран нет, и у нас уже нет конструкта запада, на который можно сбежать, там, свободно, дует ветер, все прекрасно. Ну, ты знаешь, вот, как бы, какой-нибудь фестиваль иранского кино, да, такой, одиозный, да, мне кажется, он в какой-то степени может быть более безопасен, да, потому что вот его одиозность, ангажированность идеологии и политики настолько очевидна, что вот, наверное, сложно быть, наверное, нужно быть каким-то уж полнейшим, как бы, идиотом, да, чтобы вот эту вот связь специально, в то время, когда, как бы, когда мы имеем дело с такими условно-нейтральными вещами, да, то вот, как бы, их имплицитную, а часто эксплицитную, но, как бы, мы просто не обращаем на нее внимания, да, как бы, связь с укреплением, как бы, определенных политических процессов, да, вот она, как бы, она, как бы, менее очевидна в этом смысле, да, вот мысль довольно тоже банальная, да, вот свежиже к нам озвучиваем, да, например, что социал-демократия, отнюдь не право-либерализм, а социал-демократия является идеальным режимом для поддержания современного неолиберального капитализма, да? Да, да, согласен. То есть, там, приди к власти ровно, да, я думаю, вот революция свершилась бы, Ферафая, быстрее, чем антикапиталистической, нежели, как бы, вот такой вот популист Обама, да, нету никакого универсального, да, может быть, миривого решения, да, делать или не делать, с кем иметь дело, с кем не иметь дело, это всегда какая-то, ну, какая-то сложная внутренняя работа, критическая. Для нас, например, здесь, в штабе, мы тоже, как бы, часто с этим, как бы, сталкиваемся с этими вопросами, да, как бы, как вот существует такая организация, как штаб, да, на чьи деньги она существует. И мы вот для себя, как нам казалось, нашли, как бы, сбалансированное правильное решение, да, потому что мы существуем награнтовые деньги, это деньги на половину государства, на половину частного, не, понятно, не кыргызского государства, да, голландские деньги, деньги фонда Сороса. И дело в том, что, как бы, процедура получения этих денег, она вот максимально прозрачна и ясна. Отношения власти, да, они регулируемы. И вот нам казалось, что это вот такой вот баланс, который приемлем, да, вот в этой ситуации. Это не деньги какого-то режима, да, это не деньги корпораций, да. Взаимоотношения с этими донорами, оно исключает какую-либо цензуру, да, это вот такое вот основополагающее правило взаимодействия. И вот сейчас, как бы, эта программа, которую поддерживал штаб и еще множество других проектов в Центральной Азии, она закрылась. Так что, по-своему, для вот культурного ландшафта региона, как минимум в таких странах, как Кыргызстан и Таджикистан, где эта программа была наиболее активна, да, сейчас начинается какой-то новый период. Потому что вот такого вот источника, который бы финансировал альтернативное культурное производство, да, неангажируемое государство, не имеющее отношение к какому-то коммерческому производству или нефинансируемое корпорациям, вот для него фактически нету больше ресурса, который бы его поддерживал. Вот это альтернативное культурное. Ты как-то вот высказал такую мысль, которая мне показалась довольно близкой, потому что отчасти мы пользуемся этой тактикой, да, такая тактика осознанного консерватизма, да, а консерватизма в смысле, скорее, технологического консерватизма. Вот, например, библиотека, да, то есть мы как бы осознанно делаем библиотеку тогда, когда как бы бумажная книга, да, в библиотеке, кажется для многих просто анахронизмом, да, в эпоху киблов, интернета и так далее. Но вот это был такой сознательный тоже сознательный шаг на некое замедление, на некое, как бы, на некую несовременность, скажем так, в которой вот есть некая форма, как бы, да, исключение себя из этого потока, чтобы дать себе возможность в том числе критически его осмыслить, а не просто нестись в нем. И вот мы с тобой тоже обсуждали, я знаю, что, да, у тебя даже нету аккаунта, там, скажем, в Facebook, да, такая вот такая вот тактика игры на замедление, тактика некого неучастия во всем, да? Ну, псевдо, псевдо, да, потому что, да, как я уже и говорил, когда мы с тобой это обсуждали, что невозможно быть Робинзоном Круто, да, живя там в центре большого города. Абсурд, и можно это утверждать, но это скорее будет просто похвальством ничем-то таким, да. Я даже не могу, мне трудно проанализировать сейчас, с чем для меня изначально была связана такая тактика, потому что она скорее возникла из некого противоречия просто внутреннего, да, с тем, что происходило. Я почувствовал, я всегда его чувствовал, это противоречие там разным доминирующим вещам. Потом я начал его там как-то более глубоко обдумывать и пришел к выводу, что действительно вот, ну, помимо того, что я не могу, наверное, по-другому существовать, потому что я, в принципе, просто медленно думаю, да, например, и для меня какая-то вещь, она, возможно, полежит у меня два года, я к ней не притроднусь, да, а потом я к ней вернусь, и из нее что-то получится, как было там с этими слайдами, снятыми в Таджикистане, да, которые я через полгода совершенно неожиданно для себя вдруг понял, что я должен их использовать вот в фильме как раз о московских таких политических событиях, да, парадоксальным образом. И мне кажется, что это не новая, на самом деле, стратегия замедления, да, потому что мне кажется, что во все времена находилось какое-то количество людей, которые, я не знаю, можно там начать с Гёльдерлина, да, у которого тоже была, им была выражена как раз в его произведениях такая мысль о том, что, возможно, он один из первых, на самом деле, начал говорить о том, что, возможно, индустриальная цивилизация, то есть такой революционный консерватизм, да, возможно, индустриальная цивилизация приведет только к ускорению безумия какого-то, да, и к ускорению закрепощения, чтобы людей, чем к высвобождению. И как раз мне всегда кажется, что когда существует какой-то такой, когда все вокруг и все вокруг кричит тебя о том, что все суперсовременно, что все супербыстро, все остальное отметается и на уровне технологическом, и на уровне риторики, когда я не вижу никакого сопротивления этого, меня это скорее ставит в тупик, потому что я думаю, нет, что-то здесь не так, да, не может все быть такое вот одобрительное, да, в этом смысле, аффирмативное такое вот, говорящие тебе, что-то надо быть, да, мы все уже тут, вот, и меня эта вещь сюда вводила в ступор, и мне кажется, что любой прогресс в своей гонке, он всегда немножко слеп, и это не значит, что нужно от него отказываться, да, то есть ты работаешь опять все на том же как бы приближении и отдалении, да, от прогресса, то есть ты вместе с ним на самом деле находишься, да, потому что я не думаю, что, например, у нас с тобой очень там сильно разные в смысле сочетания с прогрессом там модусы из-за того, что у тебя есть аккаунт в фейсбуке, а у меня нет, это не сильно меняет нас с тобой, да, мы все равно принадлежим примерно к одной и той же волне, и в контексте истории, я думаю, наша попытка замедления, она крошечная, да, ее вообще не разглядишь, при этом мне кажется, что нужно делать эти усилия, потому что они помогают тебе остановиться, подумать, почему происходит так, это как вопрос вот пресловутый с, там, использованием кино пленки или видео, да, тебе все будут говорить, все, кого ты будешь встречать, будут тебе говорить, либо что пленка это не современно, и давить на прогресс, либо с горечью будут говорить, что, ну да, вот, черт побери, пленка это не современно, мне жаль, но как бы так, да, и ты понимаешь, что в этом есть, в этой борьбе тоже есть борьба за какую-то историю, да, борьба за то, чтобы эта история не отчуждалась от тебя сразу и не улетала куда-то назад. Спасибо тебе за резиденцию, за просмещение. Спасибо. Рад за это.